Здравствуйте, Валерий Константинович. Хотел поделиться мыслями после приема таблетки из Павлезана. Шутка. Я шутку эту не понял, потому что я не знаю, что я вспоминал. У нас когда-то был сад, испытатель, участок, на нем испытывали зерновые. Участка давно нет. А вот лесополозы и зранятки, дички, которые садили, что знает когда, живые до сих пор. Ничего им не делается. Вот богатство какое. Было бы неплохо, если бы эти лесополозы были с абрикосом на русском. Как думать? Я только за. Но это пока за здравие. Поэтому только самое желанное, дорогие сердце, которое совсем жалко в огонь. Ну, что я могу сказать? Я вам показывал огромный, значит, костер из этих самых, из мазухих абрикосов. Показывал. В прошло время, росли, переросли и в костер. И показывал еще из этих, тех же диких, диких уссурийских груш. То же самое. Несколько сотен и тоже в костер. Вот. А теперь, тут, где у нас, как бы, мы не понимаем друга. Самым доверенным ученикам, кому доверить не страшно. То есть, ну, как получилось. Вот, Сергей, порядка стад или двухсот трехлеток. Я показывал фотографии. Жарды, набил ими, эти самые, мешки большие. Вот. Должны были заехать и ввести процесс. Не приехали, не ввезли и не заплатили. Вот. И они попали в огонь. То есть, у нас пока хорошего положительного опыта у нас пока нет. Вот. А кому доверить? Когда я говорю, будем сжигать тишина. Когда я говорю цену, я уже последнюю цену до десяти рублей за косточку. А это бесплатно. Вы представляете, за тысячу рублей сад из ста этих деревьев можно вырастить. Ну, правда, в теории. Вот. Ну, вот из пятидесяти, семидесяти. В ответ. Тишина. Как будто они слышали. Ну, еще косвенные доминистерские цели. Да. Ну, попробуй, кто мне кинет камень, что я кому-то отказал. И кому-то я не вышел. Вот. Причем чаще бесплатно. Так что, вот так, мягко, аккуратно сказали, что, ну, надо как-то делиться. Делиться надо, делюсь. Вот. Ну, если я сейчас объявлю, что я сейчас буду продавать бесплатно, да? Вот. И тут же, что у меня что-то покупать будут, я тогда сразу по миру пойду. Стой только объявить. О том, как я, простите, там, оказывается, не было, не было, не было. Ну, в общем, это будет, я обещал автору этого отдельный фильм. Там много написано. Я взял, только, чтобы немножко поулыбнуться, горько улыбнуться, взял только один абзац сюда, внимание, о том, как я познакомился с железом ВК заочно. В 12 по 15 годах периодически находился в Абакане и был проездом в Кызу по работе. Задача стояла раздобыть новое, улучшенное черти до своего сада. Никогда не проезжал мимо продавцов без фруктов, а может и местных. Однажды на выезде из Абакана по дороге в Карастоярск на вопрос, откуда дровишки, лично ответил. Из сада железняка. Вот так вот. А теперь, представляете, сколько людей будет проклинать железняка. То есть, вот. Хорошо, хоть фамилию перебрал. Вот. Железняка. А разве что это? Ну, сами понимаете. Если говорить железняка, значит, я 100% негодная и южная. Дальше. Он продолжает это. Речь не ответил. В 18-е железняка найдешь на рынке в Саиногорске. Очередная поездка в Кызу через Саиногорск. Нашел рынок, но не нашел железняка. На рынке подсказали. Ищи в саду, в Красном Хутеле. Вот тут железняк-то и живет. А теперь вспоминаем, что тонны фруктов, естественно, отравленные, те же 40 обработок за лето в Среднем. И в Средней Азии. И все они говорили, видите, все удобно, да. Только фамилии по-другому перевали. Они же не знают о такой железняк. Слышали? Железняк. А там что? Фрукты продавали под названием из сада Железоцкого. Так что я еще и Железоцкий. Теперь идем дальше. Отдельный фильм будет. Очень интересная переписка. Представляете? Я нашел или он меня нашел. А мы как братья-клоны. Технология та же, все тоже. Но он за какой север забрался, что мне страшно становится. Интересно? Интересно. Будет отдельный фильм. Вот. Вот это мне прислали, прокомментируйте. Я ни с кого не собираюсь топить, ни это. Дело в том, что есть вещи для меня недоступные моему пониманию. Вот, например. Вот эта реклама. Посмотрите на вот этот горшочек. Даже если оно такой размера, скажите, может вот это дерево, персик, вырасти вот в таком горшочке. Соотношение 10 к 1. Ну, 10-литровым бы еще, ну, 15-литровым. Есть же какой-то шанс. Закопанный западу с землей, вот с этими отверстиями. Нет. Я таки выросил. Ну, вот в этой, вот мягкой, вот в этой. Ну, ну, как можно размещать такую рекламу? Ну, я не куплю, но люди-то поверят. А потом начинается. Я хочу добиться чего? Например, если бы я знал, что существует персик уральц, да, минус 40, вот я же. Ну, я бы первого его купил. Вы что думаете, я бы пальцем внул, что мой более морозостойкий, мой клон Касанского. Нет? Пожалуйста, это продается в Черябинске. Да, мои друзья, тут же бы сами купили, для меня бы купили. Но для этого нужно попасть в сад, попробовать с дерева. Вот это что? А, ну ладно. Вот так вот, понимаете? Чем мы хороши с этой самой, с Галей Лозенковой? Чем мы хороши? А вот, все мы хороши. Я бы хотел это, я никого, ничего не подозреваю, но я прежде чем ехать, допустим, в такую, да, высылать огромные деньги, вот. Учитывая, что я до пенсионера, каждый рубль это, о, это как миллиардера в миллион. Вот. Любите сочные, любите сочные бархатные персики? Не верите, что он может быть в шахтурале? Не верю. Поверьте и проверьте. Давайте. Смело выбирайте сорт. Свердловская область, это еще севернее, чем этот. Сам-то этот находится, эта фирма-то в Челябинске, и вдруг вывели еще севернее. Но это, это сенсация мировая. Это сразу, в первой очереди на Нобелевскую премию, это кандидат номер один, номинация номер один. Все законы природы побеждены, вот. И вдруг в минус ордах. Как? Если генетическим путем, помните ГМО, геномодифицированное. Там понятно, если это, берут там ген от этого, от скорпиона, и внедряют его в картошку. У-ю-ю-ю-ю. У-ю-ю-ю-ю. Может и тут так же. Выбрали самое морозостойкое дерево, с Норильской привезли. Там, пожалуйста, есть эти самые. Тоже же дерево, та же береза, да? Норильский полон. Вот. Ну, карликовое. И вот там взяли ген морозостойкости, внедрили в персик, может быть, какой-то вкус березы появится, может не появится. И сказали, да. Но этого же наверняка не было. Как без этого добиться 42? Как? И чтобы природа с 30, а по разным данным, самое, которое считается, может быть, 28-30, и на этом наука остановилась российская. И вдруг нашли это, 28-30. Южная вообще 15-17. Минус 18 замерзает. Минус 18. И вдруг нашлись фамилии селекционеров. Вот почему я говорю. Ребята, в Нижний Тагил. Север Свердловской области. Ну, вы бы сейчас сказали, это Труханск. Я бы еще поверил. Север Свердловской области. Нижний Тагил. Ну, тут было, как было сказано. Лучшая селекция 2010-го года. Лауреат. Открывая лучшая селекция, кроме яблок, ничего нет. Но если это все бронье, ну, в минус 42. А я хочу иметь 42, но я хочу знать правду. Пусть и Рябинские, пусть и в этом самом, как он город называет, все, все раз. Вот, в Нижнем Тагиле. Где сад, где они спокойно растут? Где сад, где они дают морозостойчивые, прекрасные урожаи? Где? Ну, почему это есть, а сада нет? Нет моей фотографии. Я показывал тысячи своих фотографий. Тысячи за все годы. И везде вишни, сливы, персики, абрикосы. Ну, как можно вырастить сад и не показать его? Слюдники купли, когда вот такую читаешь. Вот такую. Советы дают. Нежелательные соседи. С вишней садить нельзя. С яблой нельзя, с грушей нельзя. Угнетают. Самоплодно. Ну, здорово. Напишите нам сообщение, мы отправим фото саженцев. Да саженцы мне не нужны фото. Мне нужны фото вашего сада. Я вас ничем не обвиняю. Я просто говорю, почему у вас это? На вашем сайте нет фото сада. А дождь, я бы даю это сказать. На двери звонок. Улица Игнатия. Я представляю, допустим, пятиэтажка, девятиэтажка. Ну, допустим, там, где там улица такая-то. Вот. Дом пять. А, нет. Ну, это, наверное, отдельный дом. Ладно. В доме пять. Звонок подназвали. Вот. И вот перед вами там гектар сад. Или там просто этот, склад, в котором умирают. Ну. Я к вам обращаюсь. Кто живет поближе? Ну, телябинцы могут. Ну, еще раз. Никто же не скрывает, что. Ну, можно же в Челябинске подойти на улицу Игнатия Вандышева пять. Только можно позвонить, сказать, что есть сомнения. А можно просто взять, приехать, прийти. Сотографировать. Сколько стоит. Какие сажаются. Не дай-то бог, если они вот такие. Но это их реклама. Ну, идем дальше. Еще раз говорю. Ничем не обвиняют. Я хочу иметь персики минус сорок два. Я знаю, что их в природе нет. Максимум, что достигли ученые, 28-30. Несколько дней тридцать, и они мертвые. Вот это я знаю. И вдруг. Это подвиг. Они должны быть номинированы. Ну, ладно. На государственную премию. Никитин и Голубев. Как же так? Я хочу иметь персики. Кто-нибудь, можете это, прийти и сказать, посмотреть, оценить. Что там мелочиться-то? Гулять-то гулять. Значит, когда-то, это уже тему меняем. Я заработал славу неубиваемыми саженцами. Ну, саженцу один год. Подвою два года. Мощный рост. Это я достиг за несколько поколений. Каждое поколение мощнее, мощнее, мощнее. Дальше идет мощный рост. Так? И, еще раз говорю, прирост один год. А он успевает обрастать вот таким скелетом за один год. Двухлетний подвою, это мои наблюдения, передает все качества двухлетки, однолетнему, поэтому почка, которая растет, должна дать однолетний прирост. Дала двухлетний со скелетными ветками. Сотни светочек почек. Светочки почек и плоды верхушек. Далее голодная боль продать. Значит, продавал в те годы, ну, возьмем, допустим, 20 лет назад, продавал в те годы только в Саяногорцем. Черемушки, Майно, Саяногорск. Значит, ну, несколько человек могло быть там, по слухам, Сминусинска, Абакана, Шушенска. Все. Больше дальше не было. Да и попробуй такой увези. Как-то один был в дальней, олигарх, так. Он микроавтобус подогнал, я ему сказал, что они влезут. Ну, как-как-как. Тогда же в основном были эти самые жигулянки. Попробуй засунуть. Так вот, я делал дальше сильнейшая обрезка. Так, вот почему я говорю. Вот видите, на дальнем плане лопаты, дальше идет подготовка такая же. Сильнейшая обрезка. Выкопка с большим комом земли. Ставится в коробку. И, внимание, главное, резюминка. Садится в коробке. Проверял, садил у себя. Я такой мастерный. Через несколько месяцев от коробки и свидания остается, будучи под землей коробка. Вот. Ну, небольшой холм, само собой. И тогда получалось, что у меня никто обратно мертвое не привозил. Это была вершина моей успеха. Потом появились 10-литровые горшки. Потом уже 7-литровые и даже 5-литровые. Халтура не халтура, но, понимаете, люди не могли, приезжали на жигуленка, и вот таких вот могли с собой взять несколько штук. А мы хотим 10, мы хотим 20. Это было. Приходилось себя вырезать. И, естественно, в 5-литровом горшке уже такое чудо не выросло. А это было на показ. Меня приезжало телевидение. Я показывал, рассказывал, учил, как садить все. Тогда было множество сюжетов. У меня было 2 лучших года. Это когда они целый день снимают, у них были спонсоры. Им надо было продавать свою продукцию. А чтобы приезжать снимание, садологи тогда было весь ядрогошку, и тогда они вот эти целый день, ну, снимают 5-10 часов съемок. А потом резали на 5-минутные сюжеты. Особо не стараюсь, чтобы логика была. Допустим, раз, через 5 минут, обрыв. Продолжение, все, завтра. Следующий, смотрю, смотрю, рассказываю, рассказываю. Сам уши развешиваю. Вот это интересно, как случится со стороны. Раз, обрыв. Продолжение, завтра. Ну, такая, тогда этот самый, наш бывший мэр Валов, великолепный журналист. Мы с ним эту программу так и создали. Знаете, сколько с повторами было? Повтор, с повторами. За 2 года. 600 передач. Ну, я мог тогда сам мэр подавать, потому что меня знали все. И вот я к чему говорю. Главное мое достижение было, что я придумал абсолютно безопасный способ пересадки. Ком земли с трудом поднимал. Бывало вдвоем. Бывали крайние случаи, когда саженец лишний год пожил. Вот. Ставили на презент, волокли на презенте, потому что поднять не могли. Вот это было. Вот. Почему я сейчас говорю? Это не прошлое, это будущее, ребята. Почему? Вспомним канал Содолженство пожертвовало. На WhatsApp. Вот сейчас с этого канала, вот эти вот фотографии, что вы видели, я оттуда взял. Вот. Хвастался латинковой, персиком хвастался и своими этими, яблоками хвастался, да? Так вот на этом канале постоянно возникают одни и те же вопросы. Ну, сами понимаете. Вот. А я здесь пытаюсь как-то это. И вот вдруг бах! А вот в таком-то городе, я забыл в каком. Вот. Продают саженцы, говорят, что это саженцы то ли Железова, то ли от Железова. А дальше пошел Королевский академик, Фаина, это не Серафим, Артем, а может... Представляете? Ну, и Маджурский, по-моему. Ну, если ты собрался продавать уже саженцами, потом начали разбираться. Якобы Косики. Ну, почему якобы? Фамилии я так и не увидел. Я бы проверивал. Набираю фамилию, у меня же весь архив цел. И тогда я подумал, вот для кого я вот эту фотографию? Хотите забрать авторитет? Я же с голоду не умер. Морду видели? Вот. И тогда я подумал, каждому будущему торговцу, тех, кто продает перекупщики, я их торгашами называю. А вас я называю продавцами, торговцами, плодопитомниководами, тех, кто... Пусть Железовский вырастет. Это особенно хорошо. Вот. И делюсь, как это вы... Вот попробуйте вот этот способ. А? И у вас не будет возврата. Вот высказался. Ладно, ребята, идем дальше. А эта фотография, ну, как бы у меня... Образцовая, не образцовая. Я не собирался ее делать, образцовая. Просто сфотографировал очень встать. Видите, да? А эта Жигулевская. Вот. Удачный снимок получился. Тогда я зарачивал декоративной травой под названием Полиус побегоносная. Потом я от нее отказался. Если бы не бесснежная зима, растешь, растешь. Вы представляете, сколько надо было поработать, чтобы буквально выдернуть каждое постороннее это. А потом она все захватывает и никак сорняков не пускает. Вон где крайняя яблочка самая дальняя. Видишь, сорнячок. У-у-у, это маленький-маленький. И это все. А потом пах, бесснежная зима. Часть вымерзает. Потом весной здрасте. Там, где она густая, она быстро восстановлена. То есть весна пришла, начала расти, давать побеги. А там, где вымерзла, там опять чертополох. Устал, надоел, махнул рукой. Но фотографию оставил как пример, чего я добивался. Чего-то я добивался. Ну и сами согласитесь. Пусть это не долговечное, лет 10 я всего купался в этих таких вот вроде бы удачливых примерах. Но все же скоротечна. Так. Теперь. Кстати, я помню, я всегда боюсь, потому что вдруг окажется, что кто-то мне что-то важное хочет сказать, а я не слышу. Сейчас. Это займет несколько секунд. А я не слышу. Ой-ой-ой. Опять калибраммка нужна помощь. Я на кухню пойду. Вот. Что-то это чужие секреты. Я быстро на задном кипяточку подолью. Làm, майон. Так. Продолжение следует... Продолжение следует... Знаете, какие дикие случаи бывают? Ой, нет, я сегодня еще рассказывать. И так жизнь грустна до слез доводить. Ребенок много лет не получает детского пособия. По глупейшей, дичайшей причине. Даже ужас какой-то приходится. Сейчас я бросаю тебя. Да что ли? Злёжь нервничаю. Злёжь нервничаю. Злёжь. 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 Так как у меня этих, ну сколько может быть в общей сложности, ну может 30-40 взрослых теряются их. Вот за каждые, между покосами, 3-4 покоса за лето, в зависимости от того, сколько дождей. Много дождей, 4 покоса, мало дождей, 3 покоса. И вот между ними, допустим, месяц успевает нараститься, это то, что есть в корневой отводке. И помните, с самого начала, вернуться что ли на секунду, на секунду, на секунду, вот он корневой отводок. Нет, не он, а, ну проскочил, ладно. Вот он, да, корневой отводок, сохранение всех качеств этих же самых. Вот, и много нам не надо, но вот у меня таких деревьев десяток, да. Косочек хватает для всех, там, гости приезжают, там, тому ведерко, тому ведерко. Вот, чем больше сейчас гнивает, то я их в руки потираю и на косочки пускают. Вот, а у них есть вот это свойство, я говорю, как, уже как учитель. Потому что так задурили людям голову, вот это было скошено месяц назад, опять наросло. Это корневые отводки. Это свойство слив, особенно китайских слив. У меня все по-двоему китайские сливы. Вот, людям скажут, не, я китайскую сливу ни за что не посажу, на чёрт ты мне с ними потом воевать. Стоит обычный случай. Стоит мужик, даржировый, морда не меньше моей, и жалуется. Ему вот эти отростки, вот эти отводки, да, вот тоже возле него их 100 или 200. Они с его ростом. И что мне теперь делать? Пошли они это самое, да в жизни не посажу. У него получился целый фильм про клятие. А у меня на них прекраснейшие сливы, прекраснейшие. Знаете, почему сейчас не покажу? Вот, мы попали, с Сергеем возвращались на моей машине в деревню. Ну, несколько часов назад, так. Вот, у меня стояло два ведра со сливами. Сверху лежали, я же хотел сфотографировать. Вот, самые вот эти, по 50-60 грамм. Отбожнейшие всё. Когда мы подъехали, я открыл багажник, льёт как из ведра. Оба ведра на боку лежат, и весь этот, весь поддон, или как он, в общем, весь багажник с толстым слой слив. Я вот уже захлопнул, всю часть у поплыва русей. Вот, ну, такой ливень, расход бывает. Махнул руку и домой. Короче, не сфотографировал. А я бы вам показал это чудо. И, а это привитое, вот на эти, вот привитое. Я думаю, ну, возьмите вот, пока они, они травянистые, они мягкие. Это никакие ещё, это не растения, это ещё трава. Ну, скоси ты. Ну, ну, прекрати ты проклинать. Вот в этом, не дождавшись, пока вышли бороздом, прекрати ты проклинать важнейшее, ценнейшее. Вишни, сливы и эти самые, яблони. Они предназначены, вишни, сливы, яблони, 20-й раз говорю. Для мест с близкими грунтовыми водами. Вот, вы думаете, что просто так это всё придумал. Я подбирал, по ночам не сплю. Думаю, а вот найду вот эту фотографию, вот эту, вот эту, вот эту. Вы понимаете? Вот здесь, где номер 5, да? Как он называется? Это называется? Почвенные воды. Вот сюда-то сади яблони, сливу и вишню. И прекрасно будут расти. Допустим, до поверхности метр 2-3. И они будут расти. Если он упрётся в эту, в эту самую почвенную воду, он даст отводок в сторонку. Видите, она места мало занимает. Допустим, несколько метров. Ага, а там вода. Он ещё дальше горизонтальный корень пустит. И, наконец, дальше, а там воды нет. До следующего этого самого горизонта уже ещё метров 5 или 8. Так нет. Ну, для этих-то мест, они созданы, потому что они из тех мест попали к нам в Россию, в Сибирь, Украину. Ой, в Россию, в эту самую. Урал, Восток, Дания. Вот именно этот, северо-восток, помните, якобы Питер построен на болоте. Вот для чего нужны. Как можно их проклинать, скажите мне на милость. Ну, не нужны тебе, ну, возьмите, скоси-то ради Бога. Нет, вот эта программа, которая видит полстраны, полстраны, и проклинает, проклинает, проклинает. Что они тебе, это самое... Наскочил, всё равно, что рову косишь-то. Выговорился. Знаете, сколько, какое-то богатство. Ведь так же, когда-то они двигались. Они двигались, там это Германия, Польша, Украина, юг России, и они двигались. Стоит один саженец посадить, через 5-10 лет вся деревня эта. Единственная беда в том, это почему мы с Вишнями прощаемся. Почему наука сказала, мы ничего сделать не можем. Она выдумывала кучу болезней, которая ни при чём. Они генетически ослаблены, они все родственники. Захватили всю деревню, всё, прошли годы. Проходит время, они в легкородственной связи, они начинают накапливать генетические болезни. Родовые, родовые. Ну, выговорился. Привет, Александр, привет. К сожалению, это, вот это общепринято, настолько принято, что даже когда ты повторишь мои слова на какой-нибудь этой, уже не просто конференции, там ладно. А где-то, допустим, когда лифты читаешь по всему людям, встанет какой-нибудь в лоб и скажет, да что у меня это, самое, весь мир прогринает эти отводки, а вы тут и расскажете сказки, что это бесценное сокровище. Абрикосы. Как их тут столько оказалось? А вы знаете, что это примерно 50-я часть того, что было выкашено? Выкашено, выкашено. В годом раньше, я на этом шлаше ковёр был из сотен квадратных метров. Бесценнейшее сокровище, которое было выкашено. Осенью будет продано, не... Посмотрите, это 9 июня, значит прошло 20 с лишним месяцев. Ну понятно, они уже где-то по колено, по пояс, да? Вот, по бедру. Они уже такие. Вот. Ну потом сейчас моя помощница, я бы мог сам на этом зарабатывать, еще и больше, чем ей мне доверие. Поэтому, ну, мог бы уже 100 деньги собирать, рассылать, там, 500 рублей, прекрасный Маджушки, Абрикос, т.т.т.т. Но дело в том, что я хочу и ей помочь, вот таким путем дать работу. Она, значит, в Кусевске оформляет инвалидность. Сможет, не сможет. Вот, ну, подождем, подождем, потом покажу. Вот. Вот. Пока можете телефон записать. Здоровья пожелать. Вот. Тяжело приходится. Сами знаете. Когда вот такая работа, дай Бог продать вот это, вот это дай Бог продать, вот это дай Бог продать. Вот. Ну и там, два тридесятка персиков у него, не привитых, как они собственные. Вот. Но, сами понимаете, разницы практически нету. Ну, пусть и на второй год первый плодит нас, а на третий. Ну и что? Долго ждать. Вот это и будет и на этом. Вот это и будет моя помощница, моя, 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 это самая, племянница. Вот. Ну, придет осень, вспоминайте. Ну, эту фотографию делал, фотографию делал я, а прививки делал Сергей. Вот так идет обновление. Вот. Сторож много такого добра нету. Приказывают вырезать и приказ обязательно заподлицовывать с этим самым землей или на концу, если они чуть выше пришиты к этому, к стамбу. Ну, не проще ли его так сделать? Сколько нового, пожалуйста. Мы сегодня с Сергеем любовались. Вот. У нас получился новый сорт, желтая, желтая венгерка. Вот. Может быть, я никогда не искал даже, но, может, вы поищите, есть ли в природе желтая венгерка. У нас получилось опять, так же, как у Санабаева, но у него получилось, значит, из темно-синий венгерка, привитая на, естественно, на желтый абрикос, на раджевый, там, красный абрикос. Сейчас она оказалась, ну, как, ну, как цвет, розовый, розовый, а должна быть темно-синий. Вот. А у нас с Сергеем получилось так, что вот эти два плотика висят, опять, который год. Он уже не выдержал, он уже два саженца перевел. Сохранится или нет вот эта желтизна? Вот. Ну, не было у нас жизни никогда, не было ни розовый, ни желтый. У тебя желтая. Вот. Интересно, чтобы это самое, посмотреть, что дальше будет. Ну, он моложе, он доведет это делать дома. Вот. Ты, наверное, приедешь ко мне на днях, я тебе свожу, покажу. А, и покажу венгерку-богатышку. Е-мое. Опять увеличится в размерах. Да что это такое? Какое она имеет право? Так, вот эта прививка, по-моему, на терн и прививка, по-моему, абрикоса. Ну-ка. Анатолий Потапенко. Да, простите, я уже в любопытстве уже привел к тому, что я сейчас вторые 500 рублей высылал. Якобы ребенку не хватает на это самое. Мама нет молока, а ребенок на это, как называется, чем их кормит. Еще и забыл. Вот. Ну, деньги выслал. Вот сейчас меня в любопытстве опять... Ну, слышали пищи? Вот. А я в таком направлении и день, и вечер, и ночь, и утро живу. Сейчас. Я перед вами... Нет, не хвастаюсь, я оправдываюсь. Сейчас посмотрим. А там, мол, что бы не стал бы смотреть, и деньги были в целом. Так, тут видео. В этом году песник укрыл на Алтайский край, Нембурска. О, еще. Ну-ка, а чей, чей, чей? Ну, почему не написали чей? Меня интересуют только мои. Ну, и, как всегда, не по мере, ничего. Последняя цифра 39, 70. Если вы меня слышите, пожалуйста. Вот. Пусть укрыл на ночь, и... Вот, красивая фотография. Ладно, проехали. От угол, пойдем дальше. Здравствуйте, Олег, кто-то делаешь? Прошел год. И вот решил написать краткий отчет. Косточки, несмотря на капризу погоды, взошли. Хотя и не все. Но это обычный вариант индивидуальных программ с семенами и косточками. Бывало, и на второй, и на третий год сходят. Да. Причем я считаю, что это не неудача. Есть вещи к нам недоступные. Бывало на небе такое впечатление, когда отработанная система, а не половина не взошла. Бывало, ни одна не взошла. А потом, раз они взошли на год спустя или два года спустя, то что получается? Получается, как будто так и надо. Они же не сгнили, не высохли, не испортились. Прекрасно сходят на второй, третий год. Значит, что там в этом есть? И тогда я придумал за один число. Природа себе сделала несколько вариантов. Представим себе. Ой, как это. Середина лета. Вспоминаем, история много таких спустя. Середина лета снег идет. Какой там урожай? Нет урожая. А раз нет урожая, нет косточек. Второе лето. Заморозки, засуха. Заморозки, засуха. И второй год нет урожая. И что? Ну, сходят, как ни чем не бывало, на третий год. Наверное, на четвертый. То есть это сознательная какая-то, сознательная... Ну, наука знает фразу расщепление свойств. Вот это и есть расщепление свойств. Не обязаны сходить. Вы сто штук у меня купили, сто штук. Бывает такое впечатление, что еще и больше взошло. Бывают и такие, да я их называю двухъяйцовые, да? Вот, и такие бывают. Вот. Поэтому смотришь, вроде все взошли, а вроде еще больше, чем сто. Но бывает и так. Дальше. Ветра жестоко смелит цветы на абрикосах. А холода исключили пчела опаление. Единичные плоды будут и то под вопросом. А вот сливы, привитые на терносливу, вот это, наверное. Так. Ну, допустим. Так что единичные плоды будут. А сливы привитые на терносливу, случайно шел в лесопосадках пять лет назад. Выкопал саженцы. Надо же, в лесопосадках кто-то привил. Интересно. Да. Порадовали задержкой цветения, еще раз, сливы на терносливу. Аж на три недели позже, чем цветение абрикосов, и это спасло. Вот я выделил. А дальше. Вот этот вариант привитки, есть теперь спасительный билет к выигрышу урожая. Три восклицательных знака. Посоветую всем друзьям садоводам провести такую эксперимент со всеми абрикосов. Кстати, что я и сделал, и на перевал серверкового абрикоса на сливы терносливу. Пожелаю здоровья, ТТТ, счастья. А теперь смотрите сюда. У меня, когда была еще проблема с подвоими абрикосами, сливами, естественно, его не было. Я начал перевать абрикосы на сливы. Смертность высокая, половина сразу не пошла. Потом часть дошла до плодоношения. Несколько лет и смерть. Ну, что тут говорить. Биологическое несовместимое же, согласны. Вот, но я тогда не знал чего. А у меня есть фотография, прекрасная. Ладно бы что-то такое привил, заваряда. Королевские абрикосы привитые на сливы. И плодей были 60-80 грамм. Вот, все было прекрасно. Но не было тогда вот здесь одной из велины. Она потом появилась. Вот. Вот, взять бы мне тогда. И привитые абрикосы со сливы срезать. И опять на сливы привить. Ну, еще один-два поколения. Все. Я бы сейчас мог, Сергей мог продавать сливы, абрикосы привитые на сливы. Пусть они и едут в Ленинград. Где якобы одни болота. Ну, образно. Но все равно. Близкие кнутоводы. И тогда уже весь Ленинград был бы в абрикосах. А когда делается так, якобы, в Питере и в Крыму, якобы, были посажены гигантские абрикосовые сады. Заполнил цифру 15 тысяч. Вот 15 тысяч саженцев посадили. Через сколько лет их нету. А вот так вот называется насыщение ментора по железу, насыщение ментора. Это и так, и так годится. Насыщение пометюрировано. Даже одного поколения достаточно было бы, чтобы приучить. Что получается. Кто эту работу делать будет? Глена Александровна, Савельевич. Будущий академик. Кто будет эту работу делать? Почему мы не можем страну насыщить абрикосами и привитыми на сливы? Что я надеял, накинулся, дочка? А человек умный. Повторяю его слова. Посоветую всем друзьям садоводам провести такой эксперимент со сливами абрикосами. Что я и сделал. Наполевал с сливами абрикосами на сливы и терносливы. А то ли потапинка. Вот так вот. Мы будем покороче делать. Не два часа, а полтора. Может тогда люди не будут маяться. Кому тяжело столько сидеть. Чаще будут. Больше настанет. Вот. Вот это вот кажется потапинка. А может нет. Только что там внизу. Может его. Значит, обычное явление. Две прививки. Одна пошла и начинает явно утолщаться. А вторая мертва. Но он ее или сама выпала. Или он ее выдернул мертвую. Но. Не обязательно потапинка. Но фотография учебная. Теперь спрашивают у меня человек. А что делать вот с этой раной? И вот я говорю. Не вздумать ее заклеивать. То есть. Вообще щелец. Целиком полностью замазать. Ни в коем случае. Варианта два. Или вот так оставлять уже каких. Вот. Если с самого начала торчит мертвый. Пусть так и торчит. У меня такие истории. И если уж так случилось. Ну вот видите. Оголенная. Это плохо. Впереди морозы. Вот. Вот это оголенная поверхность. А она потом увеличится. И постепенно все это затянется. Или замерзнет. Или умрет. Или затянется. Тогда получается. Спичечка. Аккуратненько. Вот. Вот. Трогать кору нельзя. Вон она черненькая. Видите. От этого. От полевая. Нельзя. А вот эта вот беленькая. Тихонечко. Тихонечко замазать так. Чтобы она не спаряла влагу. Ну а дальше. Молите Бога. Чтобы мороз не это не добил. Вот такой совет. А вот это вот у меня сплошь и рядом. Это мой абрикос. Да вот. Интересно когда кора лопается. Да. Вот самое главное. Не подходить к нему. Вы тут не нужны. Вообще не нужны. Только ждать и собирать урожай. А какие урожаи вы сами знаете. А вот это вот лопнуло. Да. Это как зверя в шкуру меняет. Лопается. Лопается. Вот. Так же точно бывает. Оракообразная тоже. Панцирь меняет. Ну и. Ну и. Оракообразная тоже. Вот. Сейчас. Ага. Попались. Кундинская степа. Рабочий поселок. Благовещенка. Это мне написал. Про укромный персик. Так. Фамилии конечно нет. Значит слышал разговор. Раз это уточнил. Поселок. Благовещенка. Здорово. Остался спустяк. Кто вы такой. Кто вырастил прекрасный персик. И чей персик. Все ладно. Это по делу. Я вопрос задал. Все экстремировал. Значит. Он нас слышит. Идем дальше. Вот. Тут такой красивый персик. Ой-ой-ой. Ну не могу я. Любуйтесь все. Вы поняли о чем речь идет? Да укрывной. Балтайский край. Все. Пойдем дальше. Нечего отвлекаться. Поехали. И так значит. Никаких телодвижений. Не брать никаких этих стамесок. Никаких шпателей. Всех этих. Я бы их не только бы не допустил. Я бы сказал так. Если ты не имеешь сада. Вот. У нас демократия. Любой может что угодно написать в этом. Но в законе написано. Специальный закон. Есть закон по защите этих самых. Вон. Соро голубей всех раздавил. Сейчас он милиция ищет. На машине соро голубей раздавил. Это что? И так обойдется? Нет. Вот. Есть закон о защите животных. Ну. Ну. Вы представляете. Если ты не вырастил ни деревьев. Какого хер. Елена. Ты учишь нас это. Откалечить их. Ладно бы действительно лечить. Вот только. Вот возьмите вот этот самый. Вот залка что. Мой брат Юрий ту же фамилию имеет. Чтобы на тот сайт разместить. Для миллиона подписчиков. И сказать. Что делать? Вот сколько будет советов. Чтобы это. Стамесками этими. Шпатерами. Ободрать. 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 Высказался. А здесь еще жуче. Вот если по крайней мере это в моем саду. И в этой фотографии 10 лет. А она жива. То вот это вот. Вот это вот. Значит. Фотография была размещена вот так. Смотрите. Мы все где-то приписаны. Все садоводы. Каким-нибудь к этим каналам. Вот смотрите. Уважаемый представитель Антонов сад. Подскажите. Можно ли чем обработать? Заметьте. Нахрена его обрабатывать? Слушайте дальше. Ничего не известно. Видим только одну рану. Чем обрабатывать? Абрикос старый. Но плодоносит. Жалко. Так вот именно что. Его нельзя трогать. Вообще нельзя. Подходить к нему нельзя. Ответ эксперта. Вот эксперты. Это да. Ууу. Как они щеки называют? Насколько видно по фото. Это грибы наросли. Ааа. Страшно какое. Напали грибы. Так часто бывает. Когда дерево плохо себя чувствует. Часто и на старых. Да. А вы знаете. Мы тоже как люди. Как деревья. Мы все старше старше. Чувствуем себя плохо. Дерево плохо себя чувствует. Ну мудрейший эксперт. Ну мудрейший. Слушайте дальше. Вы можете подкормить удовлением комплексом. А зачем? Вы помните Мичурина? Который жирную почву пересаживал на почву бедную? Помните? Это с хорошей жизнью что ли? У него на жирной земле все мертвы. Ну и что ты посоветовал? Вот просто взять. Вот делать. Пусть подкормить. Уже умное слово знает. Слово умное знает. Подкормить. Там где на Корее есть грибы. Зачистить. Обработать. Мы думаем. Крупоросом. И вот стоит вот это вот начать зачищать. Вот тут и откроется страшная жуткая рана. Ну тут худо-бедно. Еще какая-то защита от мороза. Ну ты представляете. Вот у человека была бы язва. А теперь представим себе, что эту язву бы вырезали. Это мясо, чтобы кровеносные сосуды. Чтобы они все были изуродованы. Чтобы кровь текла. Ну тут кровь медленнее течет, чем у людей. Но вот представьте, у человека вот так вот. Ну чем думает? Ну чем? Вот ему надо показать себя. А вот если оборонить себе одно слово. Не подходить. И тогда получается нет фильмов. Нет статей. Ничего нет. И нет продажи этих самых ядохимикатов. Слушайте все. Внимание. Слушайте, вот калия купите. Куда вы денетесь? Вы же послушали специалиста. А бочевину купите. А 600 грамм на 10 литров. Я не знаю сколько это стоит. Вот. Так, надо заканчивать. Я что-то больше вставать начал. Раньше по 3-4 часа говорил. Это мое фото обвинение в адрес этих самых, кто понятия ни о чем не имеет. Вот. Видите? 28 октября проснулся саженец. Видите, это самое? Видите ли они? Настоящие они? Я же ничего не придумал. 28 октября. За несколько дней до этого проснулись почки. Что будет 29 ноября, 29 декабря? Они будут мертвы. Это мое обвинение в адрес тех, кто никаких мозгов нет, которые усят летние, осенние, зимние обрезки. Нету мозгов. Потому что они никогда сами не подходят к дереву. Это стало традицией. Помните, как это самое? В гусенице Тимирезвике. Весной я режу, я там режу очень, режу море. Чем она думает? Флорист. Занимайся своими цветочками. Куда ты лезешь? Ведь на Олега никогда абрикосов не было. Они не могут жить, если их режут летом и осенью. Просто не могут. Вот искалеченное дерево, абрикос, которое проснулось перед самой зимой. А ведь это происходит чаще всего не так. Это моя учебная фотография. Это мне повезло. Вот. Мне просто повезло иметь такую фотографию. У меня еще три таких. Но чаще просто набухает почка. И зимой уже замерзает не при минус сорока, а при минус тридцати, двадцати, десяти, минус десяти. Вот это же при минус десяти замерзнет. Нет? Смотрите в глаза. При минус пяти замерзнет. Все только зависит от степени обрезки. Не режьте никогда осенью. Не режьте, не режьте, не режьте. И опять разволновался. Брат ругать будет, скажет. Опять с шашкой башешь. Поспокойнее, поспокойнее. А если я буду поспокойнее, мне этот фарс хватит. Так. Что меня это? Может быть, это по теме? Нет. Сюда не добавилось. Преображение, Господи. Ну, поздравляю с серьезным праздником. Спасибо. Спасибо, спасибо. Так. Что-то оставить на следующий сезон. На следующий этот вебинар. Вот они, наши оппоненты. Вот. Вот наши оппоненты. Видели? Вот это наши оппоненты. Я уже так. Вот эти две дамы. Ирина Садна. И я только помню, что я Софией зовут. Вот это девушка очаровательная женщина. Из пяти минут доктор наук. Завлаборатория по грибам. Искали, искали грибы. Вот это она. Это уже как завсегдаты, как я Александр уже своя. Вот она подругу угощает. Тоже Красноярский университет. Завлаборатория. Вот видите? Вот смычка. Садовод-любитель. Металлург. И София из, ну, не помню ни имени, ни отчества, ни фамилии. Но настоящий живой человек. Я даже ее потрогал. Что мне не приснилось, что она, еще раз, вот-вот, та же Катерина Садна Кандидатову, она уже доктор наук без пяти минут. Понимаете? Сейчас вот это пропускаю. Потом буду это расправляться. Уже настолько устал я. Это в который раз показывают. Ну, что тебя? Ну, увидел. А ну, поменяй свое мнение. Нет, будешь стоять на своем. Пропускаю, 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 пропускаю. Хоть впервые, может быть, человек увидит, где корневая шейка. Специалисты. Хоть узнают, что. Но я вам еще раз говорю, я пропускаю. Во-первых, потому что я говорил не раз, а вдруг вы меня пошли эти. Вот. Это тихий ужас. Ради того, чтобы продать вот это, научить людей измываться на деревне, калечить, калечить, калечить. Оно ж тебя не просит это. Оно не просит стамеской, чтобы ты это самое. И молотком работал. А тебе вот это продать надо, и ты это предатель, самый настоящий предатель. А вот это вот я похвастаюсь. Дускобилов. Дускобилова это Турсун Полота, это Татьяна Дускобилова. Вот. Это семейная пара. Вот. И вот они подарили мне книгу. Эта книга не без моего влияния напечатана. Потому что он у меня в общей сложности был раз пятьдесят или сто. И привозил не меньше пяти раз молодых ученых. Он пытался их заинтересовать в моей галетехнике. То, что у него не получилось, то, что они смотрели простыми глазами, вежливо кивали, слушали внимательно. Два-три часа моей бесконечной лекции. Но ни одного вопроса. Он человек слушает и молчит. Нет, а вот почему? А вот так? А может быть? Да не может быть. Ничего. Полная вот улыбка, отсутствующий взгляд. Несколько часов. Они уезжают. Мы теперь будем приезжать. И никто больше ни разу не приехал. Вот. А он, значит, смотрите внимание. Книги о результатах на олимпроэтике исследования априкоса сливы вишни и микровишни. Вот. Видите? Рецептинг. Доктор на олимпроэтик. Доктор на олимпроэтик. Кандидат на олимпроэтик. ладно уважаемого к железовым вы внесли большой вклад создание сохранения генофонда плодово-ягодных культур срок срок себе пусть он москву позвонил в академию наук вот тут он никогда не догадается ребята приезжайте тоже и чтобы увидели бы если привязать они увидели бы что это с подвоя выросла с подвоя с подвоя понимаете это молодец лет назад это дерево до сих пор живо с подвоя выросли 50 граммовые плоды сибирь какая-то колония там москве живут своей жизнью вот мы давно обошли это самое знаете как это я забыл там был анекдот как это самое когда ну немножко привольно когда заяц попросил чтобы его пришли эти яички от льва или от слона а потом смотрелся говорит мнение отрезайте их обратно почему ты хотел ты мечтал вот такие иметь то понимаете на поворотах заносит кто поймёт этот анекдот пропускаю мальского жука пропускаю пропускаю сейчас может быть на этом закончим полтора часа прошло устал я вот прямая половая связи сколько скоро будет вторая фамилия савидишь вот если не испугается прямая половая связи не в потомстве меняет основные внешние характеристики получается фенотипы вот так вот а мне с тобой не интересно нет бы поспорить не буду друг другу можно нет она тоже считает что это прямая половая связь меня вот жалуется тебя . что это такое не поспорить не порыгаться не подраться наука не должна быть такая уж все итак покупайте косточки помните рекламировал эти сливовые созрели пора как можно не иметь сливы в сибири без всякой ой я поливать не буду покупайте мальдерские абрикосы и не прививайте его все равно у вас будет соки компота варенья вот покупайте эти же сливы китайские но они же вкуснее чем даже венгерки вы понимаете у них сахара два раза больше чем венгерка а венгерка всегда считалась эталоном не верите я не говорю съездите узнаете так вот кто-то нас достает а вдруг это по теме а вдруг кто-то сейчас скажет не согласен овен константинович опять есть телефон кончается 0124 несколько фотографий последняя фотография с персиком кто что чей персик ну все ладно 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 будем заканчивать об заканчиваем долго значит смотрите сейчас мы переезжаем туда где можно уже общаться в виде диалога не обязательно только меня слушать и это и затыкать уши от моих попали так допустим мы сюда заглянем ну-ка а вот что интересно ну это же отвечать на вопросы давайте попробуем артур насибулин сливы персик у вас нету сливы есть персиков еще нету рано будет ограниченное количество знаете в чем хитрость у меня уже племянница хочет еще это вырастить персики вот у меня ребенок вырастил персики и скотчика если продам сколько заработать можно и получается что ну чеком 20-30 выше кто успеет то раньше а пока не срок не называл а все уже есть раз потом интересный такой вопрос у вас есть телефон с ватсапом телеграмма без ватсапа так были вопросы по вашему комментарию на сайте по поводу конесобственная привой да может прямой может конесобственная не совсем понял они типа лучше если можно взять черенки для привыки вот тут не знает никто не я никто вот во первых единственное что скажу я у меня время от времени под культурными абрикосами появляются саженцы из ничего то есть упала косточка поросла немного там одна там две я посмотрел вот они год два три а больше я их не держу мешать начинать вот тот сливок под королевским не замерзает академика я привел 20 штук пошло тогда штук 12 и ни одна из них и замерзла а эти косточки но у меня там место особо я называю тепловой подушкой четырехсторонно огорожено получается ветра нет вот они не видят любой сам не сибирь вот выдерживает никогда ни один не замерз так а культурное но теперь я обратил внимание у них у всех разные листья есть которые чистые как бы как манджурские а урожая еще не было а есть которые листья такие жирные как у академика как вот такие вот листья огромные вот с них можно взять привить а чтоб привиться я не знаю вот я его возьму чтобы представляете сколько я должен сейчас тыкать 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 клавишек я его просто потом возьму и отправлю этот же вебинар в записи и пусть он послушает что я сказал не знаю можно попробовать чтобы не покупать у меня дорогие черенки помните по 200 рублей череночки и вырастить и по двое и привозь самому есть такой метод ну идеальный результат не будет как у меня вся эта роскошь ну что-то будет вот так я ему отвечу и вам всем это все равно вопросы распространены так и наконец мы все-таки должны попасть вот сюда я бы зима хоть прибавится народу ой хотя другой стороны зима так все могу вот сюда попали так вот это вопросы вопросы вот опустите на кухню на 5 минут вот фамилия поцелуй его наверное свежий человек наверное свежий человек да так так я на кухне 5 минут всего я сэкономал полся я сам почувствовал раз я устал а вы слушать такое ни в одном находении такого нет так и вот Продолжение следует...